МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации телерадиокомпании Гомель у студии «Працуэ» Натальи Игнатенко. Глядите у этого выпуску. День озорен и жанутшими усмешками. У «Працонных коллективах», громадских организациях и установах культуры проходят урочистости до восьмого соковика. Лепше по выниках профессийного споборництва. В Гомеле произошло посаджение Совета Нотариуса. Билетик у кино. Напередо недолгих выходных днен в кинотеатрах региона стартуются одразу четыре премьеры. А зараз об этим и иншим больше подробязна. Урочистая и святочная атмосфера сегодня пановала у Палацы Незалежности. Александр Лукашенко уручил державные ознагороды и погоны высшейшему офицерскому составу. Сегодня ужановали тех, кто просвятил себе детям, тех, кто добился высшению карьеры и тех, кто вырытывал житти инших. В зале «Амаль» четыре десятки человек. Среди них шмадетные мать, наставники, выратовальники, навуковцы, люди культуры и мастатства. Большость запрошенных у Палацы Незалежности в Першиню. А тому до початка урочистой частки поводли традиции «Экскурсия для гостей». Теплые слова керавник державы адресовал усим удельникам урочистой церемонии. Звертающийся до присутных в зале, Александр Лукашенко отзначил, у таких отданных краине, семьи и своей справе людях сила нашего народа и державы. На годы для встречи стали одразу два святы – День оборонцев Айчины и Международный Жаночий день. На каждого из вас, кто стоит на страже мира и порядка в стране, прославляют Родину трудовыми достижениями, создают семью, продолжают род, возложена большая и важная миссия. Вы укрепляете политическую, экономическую, социальную и духовную основы нашего государства. Все, кто служит Отечеству, продолжая славные традиции поколения воинов-победителей, является оплотом суверенитета страны с защитниками своего народа. И самое главное – с защитниками женщины, нашей женщины. Сильная, надежная, отважная – вы достойный пример для нашей молодежи. Дорогие женщины, вы знаете, что мы всегда преклоняемся перед вами. Восхищаемся вашей мудростью, терпением, умением совмещать семейные заботы, профессиональный долг, быть опорой для родных, близких. Я уже как-то говорил, вообще мы мужики, хоть иногда кичимся, но вы должны знать, что все, что мы делаем, мы делаем только ради вас. Не было бы вас, мы никаких благородных подвигов и поступков бы не совершали. И бережно относимся мы к многодетным матерям, настоящим героиням своего времени. Узнагародживать прихожих дам совместно с их мужными оборонцами – это уже добрая традиция. Орден мать из рук руководника державы отремали ты, а кто выховывает пять и больше детей. Медалями отзначили профессионные досягнения, офицерскими погонами верность долгу. Так само сегодня присвоены черговые воинские и милицейские звания. Отзначена работа супрацовника умытной службы и юстиции. Больше 70 жанчин, якими гонорация профсоюзы. Сегодня в Гомеле прошел урочистый прием от имя областного объединения профсоюзов. С его дельницами познайомился Олег Синцеров. В этот день у психолога филиала номер один Гомельской центральной дитячей городской поликлиники Ларисы Минченка С детьми работать легко, потому что это самое благодарное наше. Они с удовольствием выполняют все, что им предлагается. Они любят играть, любят слушать, любят, когда играют с ними. Это как раз то, чего порой не хватает дома деткам и по каким причинам они приходят ко мне. Раз в три часа Лариса Минченка приедет в культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения Белорусской Чигунки. Именно тут областное объединение профсоюзов проводит урочистый прием жанчин. Для створения святочного настроя – неких фотозон и акций от Белпошты. В этот день тут можно бесплатно накеровать своим матем, сяброком, тит дочкам и ветшивание на паштовцы. На предприятий скажут, что это не только приемно, а и саденчая обновлению эпистолярного жанра. Мастер-класс от колледжа кулинарии. Сдавали все позвучайные продукты – морковь, цебули, бураки, капуста, перец. А от римлянца такая прогожусь. Правда, нажать «поспробовать» Нильго. Юрист, экономист, директор предприятия, ведущий инженер, выхователь и инспектор по работе с ветеранами. Сегодня нема на пыльной ни одной сферы, где бы не прозвали представницы судовной половы. На урочистый прием от имя профсоюзов запросили 72 жанчины, веншивание от детей, кветки, музычные номоры. Ящедин подарунок – сребряные ланцужки и кулоны с символичной назвой «Анюл». Все души, пользуюсь моментом, пользуюсь случаем, хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником, пожелать им здоровья и, самое главное, успехов в работе, в семье, и что все-все у них получалось так, как и не хотят. Мамина весна. Другий раз в Беларуси проходит доброчинная акция, просвеченная Международному Жанучему Дню. Ее голодные удельницы – мамы, которые выховывают недоношенных детей за сабливостями развития. За перетворением одной из героинь назирала Ганна Корольчук. Пять годов тому у гомельчанки Марины Бруянковой народился долгочаканный першинец – сын Серафим. Хлопчик заявился на свет ранее за термин, что выкликало шмат проблем со здоровьем и перенесенных операций. Однако его мама не стратила надею, из всех сил поддерживая сына, развивая его таленты, а так само подарила ему надеянную сябровку – молодшую сястру Дарью. Серафим – ее каждый день принцесска моя, Дашенька, любимица она тоже. Если даже спрашивают, где обиделась, кого ты любишь маму, папу, обиделась. А Серафимку? А Серафимку люблю. Серафимка – это все. Его обожают везде и все. Наверное, будет музыкантом, не знаем. Стараемся. Поет, слушает. Музыка – это наша. Когда Марину запросили принять удел у акции «Мамина весна», она одразу походилася. У мати двух детей часу на себе не за все дыхает. Тому это еще махчимость крыху отпочить. Как подрихтовать женщину до фотосессии, в салоне, прихожусь, ее и подобрали новый образ. Зменили прическу, взробили укладку, макияж, маникюр. После стилист подобрала для Марины три комплекта оденя – спортивный, повседенный и вечерний. Майстры упевнены, что внешнее перетворение – обовязково запустить и внутреннее обновление героини. Первое, то, что мы ее сделали в стрижку, да, это первое, нарисовали брови, это очень важно. Плюс, кроме того, что она поучаствовала в этом преображении, она еще поучаствовала в нашей академии. Она немножко продефилировала, научилась фотопозировать. Конечно, узнала немножко азы макияжа, вот, ну, такое все, что касается для женщин. И, кроме этого, того, что для женщины важно это ребенок, поэтому наши психологи поработали с ее ребенком, ну, и, соответственно, с самой женщиной. У подарунок Марина отримала фотосессию и один с комплекта оденя. Организатор акции «Громадское объединение раны» таким чином хочет притягнуть увагу до проблемы до частных родов. Что год у Беларуси нарожается 4,5 тысячи недоношенных детей. Гэта не присуд. Дякуючи врачам и маминому клопоту, зузростам многие дети преодолевают проблемы. Однако на этом непростом шляху поддержка потребуется не только малым, а и их мамам. Ганна Корольчук, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». По коль представницы прыгожей половы человечества рыхтуют до свято свои лепшие уборы, мужчины на передании 8-го саковика взбянтежены пытанием, что подарит своим дорогим женщинам. Безумовно, головный символ свято – кветки. На передании Международного жанутшего дня великий выбор букетов и флористичных композиций пропонуют шматлики гандлевые кропки. Святошные кветковые рынки з'явились в каждом районе Гомеля. Гандлюют тюльпанами на припынках и скрыжеваниях. Каштуя одна кветка в среднем – 2 рубли. Букет с трех тюльпанов – 5 рублев. Некто с продавцов вырошивает тюльпаны самостойно. Иншие купляют кветки у фермеров або заказывают голландских прихожунь. На выбор так само пропонуют нарциссы по 1,5 рубля и галинки мимозы за рубель. Корыстаются популярностью кветки у горшках – примулы и гиацинты. Их продают по 5 рублев. Не глядяши на то, что на восьмое соковика, звычайно, дороть весновые кветки, многие мужчины застаются верными классице – солидным букетом руж. Кошт одной кветки начинается от 3 рублев и залежит от гатунку. Букеты можно сформировать на свой густ и кошелек. Такое кветковое богатство задоволит навод самого потребовального кавалера. Отчего на самой справе хочут жанчины. Это складанное питание мы задали сегодня гамельчанкам, как доведаться, який подарунок до свято их особливо порадует. На восьмое марта поездку в Париж. Желательно бы так. Город любви, что же вы хотите. Восьмое марта – это весна, это любовь. У меня вот пятеро внуков, два сына и две невестки. Я бы хотела от них, наверное, уважения, любовь, увидеть их улыбающими, счастливыми. Тогда я буду счастливой. Это, наверное, для меня будет самый любимый подарок. Я, как любая девушка, хотела бы, в первую очередь, ну, внимания, конечно. А подарок – это уже так, как бы, любому подарку была бы рада. Ну, не то, что конкретно что-то, я, как бы, всегда бы, не знаю. Я бы, в первую очередь, хотела бы цветы получить. Это, конечно, ну, как любая девушка. Мне бы было приятно. Скажу честно, я противник дорогих подарков, поэтому меня больше радуют какие-то приятные мелочи небольшие. Пусть это будет семейный ужин, пусть это будет, там, какой-то цветочек или скромный букет тюльпанов. Я думаю, что этого будет достаточно в этот весенний день, для того, чтобы поднять настроение, как и мне, и дочке, и мужу. На 8 марта я хотела, конечно же, получить, в первую очередь, эти цветы. И самое главное – это тюльпаны, самые весенние цветы, символ 8 марта. Но также от погоды солнышко и тепла. Результативный финиш и новый перспективный старт. Нотариусы в области подвяли выники минулого года и вызначились с главными задачами на 2019-е. Поширенное посадение Совета Нотариуса в Гомельской Нотариальной округе прошло областным центром. По выниках работы за 2018 год Гомельская областная палата признана левшей в системе Нотариата Беларуси. Зараз в регионе функционирует 35 нотариальных контор и 4 бюро, в которых свою деятельность ожитивляют 127 нотариусов. Анализ статистики показывает устойливую запотребованность послуг специалистов. Усяго летость нотариусы региона здействовали больше, как 178 тысяч нотариальных деянеев. Прикладно по 118 месяц на кожного. А кроме того, великая увага надавалась правовой освете грамадян. В законе о нотариате и нотариальной деятельности прямая задача нотариата – воспитание уважительного отношения к закону. И эта задача появилась не так давно, на самом деле, с 2015 года. И мы активнейшим образом участвуем в правовом просвещении. Ежегодно не менее пяти акций мы проводим по бесплатному консультированию. Это акции, приуроченные к основным национальным нашим праздникам, памятным датам. Ближайшая дата проведения акции по бесплатным консультованиям грамадян 15-го соковика – у День Конституции Республики Беларусь. Имиджовый покой, воротовальные службы и пляцовка беспеки для молодых батьков открылись у Гомельской областной детячей клиничной больницы и на базе лицея МНС. Основы беспеки дома, на улице, при пожаре, на родце будут доступно расслумачивать детям про сгульни мультфильмы и иллюстрации. Батьков навучать правильно дейничать при надзвычайных ситуациях, в которых могут опынуться их дети. Нагадаем, первый гульнявый покой по профилактике надзвычайных ситуаций открылся у травматологичной отделения головной детячей лечебной установки региона в вересне минулого года. Зараз другая гульнявая разместилась у лородделения. Гулять и навучаться тут можно каждый день под наглядом выховальников. Что тыдень особные занятки с детьми будут проводить работники МНС. У день открытия юных пациентов забавляли аниматоры. После авиаселого представления гульни с наглядно выявленными материалами и миниатюрной пожарной техникой. У гульнявой размещенный телевизор с великим монитором. Як показала практика, прогляд мультфильмов о брозных надзвычайных здарениях для дятей, один из любимых моментов у навучанни. До помогу у закупцы обсталевания для имиджевого покоя оказали организации и предприемства в области. Стены гульнявой своими руками оформили супрацовники Гомельского городского подразделения МНС. Конечно, это все, я считаю, очень здорово. Детки должны знать, приучаться с детства, знать, что такое МЧС у нас, что такое номер МЧС какой. И все для детей, конечно, должно быть рассказано, показано. Здесь обучение будет проходить в любое доступное время. Ребенок может всегда, комната будет открыта, прийти самостоятельно поизучать. Ну и по мере возможности наш сотрудник будет приходить и проводить в рамках тематических акций, республиканских акций, проводить занятия и доводить ребятам определенную информацию. В зависимости, опять же, от сложившейся обстановки, от актуальности времени года. В Центре безопасности на базе Лицея МНС до 8-го соковика промерковали открытие новой научной пляцовки «Покой для молодых батьков». Это имитованная квартира с макетами мебли и бытовых прилад. Так, на прикладах, батьки могут доведаться, как организовать жилое помешкание, как избегнуть травмирования детей. Наведленников научить правильно оказывать первую допомогу, коли не счастливый случай все-таки случился. Напереде великие выходные. Самый час наведать кино. Тем более, что сегодня у кинотеатров региона стартуют сразу четыре премьеры. Короткий огляд мастерских и мультипликационных фильмов подрихтовали наши корреспонденты. Самая очаганная премьера – супергеройская картина «Капитан Марвел». Деяние фильма отбывается у 90-х годах, после сутокнения с иншопланетными расами. Пилот военно-поветранных сил США Кэрол Дэнверс, сдобывая суперсилу. Геройне треба справиться со своими новыми здольностями, капсу предстоять могутному ворогу. Даже же, это первый фильм «Усусвете Марвел», головным героем и режиссером якого стали жанчины. А матроумила драмчака и украинская стушка «Я, ты, и он, и она». Максим и Яна прожили у шлюбе 10 годов. Их каханье изменилось и повагой, а была и страсть перейшла у обовязок. Коли на горизонте з'являются новые перспективы, пара выращает расстаться. Те изменять ситуацию в опробовальный месяц, предоставленный судом, вы доведаетесь у кинотеатры. Маленькие глядачи могут познайомиться с историей королевского корги. Ратуючися от политических интриг, улюбенец британской королевы вымушены покинуть Букингемский палац. Цепер ему треба будет не только познайомиться с таямницами життя в улиц Лондона, но и доказать, что он саправдый королевский. Знаемтеся, это Гурвинек. Разумный 10-ти годовых хлопчик ждет завершить опошню сровень складанной компьютерной гульни. Тогда школьные задеры наконец признают его, и рассеянный батька сможет им гонориться. Перемога у виртуальной гульни становится начатком саправдного подорожья Гурвинека, его соседки и собаки в забытый свет старого музея ЦАЦАК. Ганна Карольчук, Евгений Кухаронак, телерадио «Компания Гомель». Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Попался с поличным и раскрыл все сделанные закладки опасного психотропа. В Гомеле оперативники наркоконтроля УВД облсполкома задержали наркокурьера, который работал на интернет-магазин по продаже альфа-ПВП. Дилер успел сделать 8 закладок в разных точках областного центра. Товаром никто не воспользовался. В гараже так называемого «кладмена» нашли два пакета с психотропом, фасовочный материал, весы и устройство для употребления наркотиков. Сотрудникам милиции предстоит разобраться, каким образом с территории предприятия Ветковского района было похищено 265 килограммов фуражной муки. В деревне Пыхань сотрудники ГАИ остановили для досмотра автомобиль местного жителя. В багажнике обнаружили 7 мешков с продукцией без каких-либо документов. Сотрудниками госавтоинспекции Ветковского района в деревне Пыхань Ветковского района был остановлен автомобиль Volkswagen Passat под управлением 46-летнего мужчины. При проверке данного автомобиля было обнаружено в багажном отсеке 6 мешков фуражной муки. Как оказалось, мука принадлежит ехавшей в качестве пассажира женщине. Данная мука была изъята и передана на ответственное хранение с предприятия, которое было похищено. В Чечерском районе более 4000 тонн лома цветного металла в салоне «Мерседеса» перевозил гомельчанин. Сотрудниками жрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского область полкового в Чечерском районе был остановлен автомобиль Mercedes-Benz под управлением 32-летнего водителя, который в кузове данного автомобиля перевозил лом цветного металла общим весом более 4000 килограмм. По данному факту проводится проверка. И в продолжении выпуска оперативная информация от сотрудников МЧС. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы три пожара, повреждены два строения. На оказание технической помощи спасатели выезжали шесть раз. В Калинковичах на пожаре погиб мужчина. Сотрудники районного подразделения выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Богдановича. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу под столом на кухне спасатели обнаружили труп хозяина дома 1967 года рождения. Вероятная причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении. Следственная оперативная группа проводит проверку по данному факту. Такой обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Накануне стартовали три из четырех четвертьфинальных серий чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге. Неман и Лида ограничились одним результативным броском. Он на счету Гродненской команды, которая вышла вперед в серии. Исход поединка в Молодечной между Гомелем и Динамо также решила одна шайба. На старте второго периода Егор Воронов открыл счет в матче и, как потом оказалось, принес победу Зубрам. Старт четвертьфинала с участием Солигорского Шахтера и Жлобинского Металлурга получился более результативным. На девятой минуте Феклистов вывел Столиваров вперед. Горняки вскоре усилиями Левко счет сравняли, правда ненадолго. Благодаря точному броску Кунцевича Металлург отправился на первый перерыв, ведя в счете. На экваторе второй и третий бок он цифры на табло уравнял. Дело плавно шло к овертайму, но в самой концовке Столиваров подвела дисциплина. На последних минутах третьего периода гости схлопотали два удаления к ряду и остались втроем против пятерки соперника. Такой шанс Горняки не упустили. Буеницкий за пять секунд до сирены принес победу Шахтеру. Вторые поединки серии проходят сегодня. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» оформила очередную викторию в чемпионате Беларуси. На этот раз напора гомельчанок не выдержал Ругор БМТУ-2 35-27. В субботу 9 марта подопечных Тома Жачатера ожидает куда более важный и сложный матч. Гомель на своем паркете попытается отыграть отставание в шесть мячей в ответном поединке четвертьфинала Кубка Вызова против испанской Ракасы. Игра пройдет на арене Дворца игровых видов спорта. Начало в 18.00. Напомню, что неделей ранее в Испании гомельчанки проиграли соперницам 18-24. После двухнедельного перерыва, связанного с решающими матчами розыгрыша Кубка Беларуси, возобновляется чемпионат по мини-футболу. 19-й тур растянется на два дня. 9 марта гомельская ВРЗ отправится в гости к Гродненскому УВД «Динамо», а Светлогорский ЦКК сразится на выезде с Микошевичским гранитом. Центральным матчем тура будет противостояние четвертой и пятой команд чемпионата. Столица 10 марта ждет в гости гомельскую БЧ. В таблице дружина разделяет всего два очка. Пропускает 19-й тур новоиспеченный обладатель Кубка Беларуси Литсельмаш. В Гомеле стартовал 23-й открытый областной турнир по боксу на призы мастера спорта международного класса Алексея Юкова. На соревнования приехали сильнейшие боксеры из Беларуси, Казахстана, Молдобы, Узбекистана, Киргизии, России, Литвы и Украины. Первые предварительные поединки прошли накануне. Сегодня они продолжаются. Полуфиналы пройдут 8 марта с полудня. Финальные бои 9 марта в 11.00. Место проведения – зал бокса областного центра Олимпийского резерва единоборств. Отмечу, что на соревнованиях присутствует супервайзер от Европейской конфедерации бокса Валерий Лаптев. Во время своей спортивной карьеры он боксировал вместе с Алексеем Юковым. Значит, ну, во-первых, первое впечатление, когда меня назначили сюда, да, на турнир Алексея, а мы с ним были вместе в сборной команде Советского Союза, вот, еще у нас был товарищ Андрей Акуров, значит, еще несколько человек были из Беларуси, да, то, конечно, у меня, первое – это я рад, что я увижу друзей, ну, и второе – то, что все-таки мы увиделись, и я рад, что у Алексея получается своя работа, что все с него проводятся турнир, и это очень большое подспорье до молодых мастеров. Ну, это не спорт, а то вот юношеский и молодежный бокс, где есть, куда им стремиться, вот, и чтобы они не только его догнали, но и перегнали, конечно. Конечно, особенно не готовился, но просто я знал, что, во-первых, Белоруссию любят и понимают, и уважают бокс, да, на-вторых, с радостью еще раз приехал к товарищам, да, и к братскому народу сюда. В Турции состоялась международная матчевая встреча по легкой атлетике среди юношей и девушек возрастом до 18 лет. Участие в соревнованиях приняли команды Турции, Украины, Казахстана, Франции и Белоруссии. Белорусская команда в общем зачете заняла третье место, победили французы. В бронзовый успех белорусов внесли вклад и представители Гомельской области. Марк Потей с новым личным рекордом выиграл финальный забег на 400 метров. Степан Чешанков показал третье время в забеге на 60 метров. В смешанной эстафете 4 по 200 метров Степан и Марк вместе с Лаурой Романович и Дарьей Карпович завоевали серебро. В шаге от пьедестала остановилась Виктория Воронец. Спортсменка финишировала четвертой на дистанции 3000 метров. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова